К одному императору, Наполеону, подошла мать солдата, осужденного на смерть. Она подходила к нему, знаете, с надеждой в глазах. Он осужден, по справедливости сурово ответил император, не отводя взгляда. Я пришла просить не справедливости, а милости, тихо произнесла мать. Ее голос дрожал от эмоций. Ваш сын не заслужил милости, холодно произнес император, отказываясь смягчить свою позицию. Государь, тихо сказала мать, милость не заслуживается, а ее оказывают. Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и он замер, на мгновение словно размышляя о своих действиях. И, наконец, он вздохнул и произнес, я прощаю вашего сына. Как же мы должны быть благодарны за милость, явленную нам, каждому из нас, не по заслугам, а по его милости. Господь нам явил милость, и я бы хотел вместе с вами сказать слава нашему Богу. Я тоже спасенный Господом, я родился в неверующей семье, я уже делился, и поэтому я не буду говорить свое свидетельство, хотя очень рад быть вместе среди народов Божьих, детей Божьих, спасенных и определенных на какую-то определенную цель, главную цель, для чего мы как семья, как церковь существуем, что нам Бог заповедовал сделать. И знаете, время уже позднее, и для основания своей проповеди я буду читать Матфея, 25 главу, с 1 по 13 стих. Я думаю, всем нам известное место Священного Писания, мы часто и много раз слышали проповедь на эту тему, это притча о десяти девах. И чтобы понять, о чем идет речь, или что хотел сказать Христос, я думаю, нам нужно немножко посмотреть, что было ранее перед этим. То есть в 23 главе Христос со своими учениками, по всей видимости, учит в храме, он учил в храме, и он там обличает фарисеев. В конце 23 главы Иисус оплакивает Иерусалим, и он говорит такие слова, «О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями, посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели. А теперь ваш дом оставляется вам пустым. Говорю вам, что вы уже не увидите меня до тех пор, пока не скажете, благословен тот, кто приходит во имя Господа». Так заканчивается 23 глава. И в 24 главе, когда он вышел из храма, ученики показали ему здание храма. И Христос сказал им, «Видите все это? Истину, говорю вам, здесь не останется камня на камне, все будет разрушено». Так сказал Христос. И тогда ученики подошли к нему и спросили его уже наедине. Уже наедине они его спрашивают, «Скажи нам, когда это будет? И какое знамение укажет на твое возвращение и на конец нынешнего мира?» И он начинает им говорить о последнем времени, о бедствиях и о своем втором пришествии. То есть мы здесь уже видим, как ученики спрашивают, «Скажи нам, укажи нам о твоем возвращении и на конец нынешнего». То есть возвращение. Они уже знали, что Христу нужно прийти второй раз, о втором пришествии. И в 24 главе уже он рассказывает, как о последнем времени, говорит о бедствиях и о своем втором пришествии. И в 36 стих он уже призывает бодрствовать. То есть с этого стиха немного подробнее начинает рассказывать о последнем времени и его втором пришествии. Я зачитаю с 36 стиха. «Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж. И так продолжалось вплоть до того дня, когда Ной вошел в ковчег. Они не понимали, что должно случиться, пока не пришел потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придет сын человеческий. Двое будут работать в поле, один будет взят, а другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, а другая оставлена. Поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш Господь». «Знаете, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы ему проникнуть в свой дом. Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что сын человеческий придет в час, когда вы его не ждете. Кто тогда окажется верным и разумным слугой, который хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу? Блажен тот слуга, который хозяин, когда вернется, найдет поступающим так. Говорю вам истину, он доверит ему все свое имение. Но если это дурной слуга, который решит, мой хозяин придет еще не скоро и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с лицемерами там, где будет плач и скрежет зубов. И вот главное предупреждение, главное предупреждение, вот в 24 главе, уже как бы бодрствовать и будьте готовы, как встречи со Христом. То есть Христос говорит, чтобы мы были готовы. Ученики Иисуса Христа, будьте готовы к моему второму пришествию. Что может быть? Может быть, Христос придет и застает нас врасплох, правильно? Значит, следует знать, что Христос нам что-то заповедовал. Перед уходом Он что-то заповедовал, чтобы Он пришел и был как бы доволен, был рад, или мы были приняты Им, чтобы мы были восхищены со Христом, как церковь. То есть мы должны что-то делать. То есть Он перед своим уходом, перед первым своим уходом, перед вторым пришествием, Он что-то заповедовал ученикам делать. Ну, мы все знаем, вот сегодня было сказано, что мы любили, чтобы мы прощали, помогать, учить, наставлять, спасать. Ну и, наверное, самое сложное – отвергнуть себя. То есть уже не для себя жить, а для Христа. Но еще одно подобное этому Христос сказал, «Продай имение свое, и раздай нищим, и следуй за Мной, тогда будешь иметь награду на небесах». И мы приходим к 25 главе, это притча о десяти девах. Я думаю, притча, о которой рассказ, ну, это рассказ, история, ну, иносказание, вот в форме, который, чтобы было доступно, понятно каждому, ну, на тот момент. Он же рассказывал эту притчу в то время ученикам своим, и чтобы они поняли, он рассказывал им как бы историю. Он приводил пример, историю. Притча – это как бы история для того, чтобы людям было понятно, как будет, как подобно, чему подобно Царствие Божие. И он приводит историю. Историю, и мы ее зачитаем вместе с вами, это 25 глава, Евангелие от Матфея, притча о десяти девах. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» «Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же, сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. «После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истину говорю им, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И опять повторяется этот стих, «Бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час». То есть речь идет о том, чтобы церковь была готова к приходу Иисуса Христа, ко второму приходу Иисуса Христа. И мы прочитали эту историю о свадьбе. Я думаю, нету споров ни у кого о том, что представляют собой десять дев. Я так, знаете, есть много, много, множество толкований именно на эту притчу, и я не буду сильно вдаваться, чтобы, ну, может, кого-то, кто-то уже убежденно верит так или по-другому, чтобы никого, ну, как бы не обидеть. Я просто, ну, мы просто вместе с вами порассуждаем. «Царство небесное подобно десяти девам». Десять дев, и он, давайте я вернусь, чтобы нам было более понятно, о чем идет речь, нам нужно посмотреть, как проходили свадьбы в то время. Как проходили свадьбы. Если вы помните рождение Иисуса Христа с Марией, было так, Иосиф, обручившись с Марией, и у них примерно в Израиле обручение, и между обручением и свадьбой длилось примерно целый год. Что нужно было сделать? Ну, допустим, приходит семья, они обручаются, и получается, они почти, почти являются, как бы, мужем и женой, только не имеют никаких, ну, вместе половых отношений. То есть, они считаются мужем и женой, и что должен был сделать жених? Жених должен был вернуться домой, в основном, это было, он должен при своем доме, при отце, где он жил, он должен был пристроить комнату, он должен был достроить комнату, где они будут жить уже вместе со своей будущей женой. Или он мог строить дом отдельно, кто у кого как по финансам было. Ну, в основном, это было так, он должен был пристроить комнату при своем отце, И когда он шел, уже вернулся, заручились они, обручились, он возвращался домой. И вы знаете, как вот сказали, мы читали этот стих, что ни ангелы, ни сын человеческий не знает, когда Христу должно вернуться. И когда уже жених пристроил комнату, отец выходит каждый раз и смотрит, какой же процесс, как его сын готов уже стать мужем, стать уже, вести взрослую жизнь, быть мужем. И он смотрит, а еще то не доделал, то не доделал. Приходило какое-то время, он ходит, а, готово, ты готов, и все. И они берут и отправляются за невестой. Десять дев, я думаю, никто не будет спорить, это образ церкви Иисуса Христа. Десять дев – это образ Иисуса Христа. То есть, десять дев взяли свои светильники, вышли навстречу жениху. Чем должны были заниматься эти десять дев? Десять дев, мы видим, что у них были светильники. Ихней задачей, ихней целью было вот эту уличку, потому что в основном это было вечером, знаете, там жарко, свадьбы проходили вечером. Они должны были освещать улицу, показывать дорогу, какой дорогой должен идти жених к невесте, и показать дорогу к невесте. И то есть, ихней задачей было освещать дорогу, освещать путь. Десять дев символизируют церковь Иисуса Христа. Как мы, церковь Иисуса Христа, нашей задачей является на сегодняшний день быть светом. Мы должны светить, мы должны показывать дорогу этому миру, куда и как можно спастись. Эти десять дев, они должны были выйти на дорогу. И мы видим, что неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло. Я думаю, мы все прекрасно знаем такую версию того, что масло – это является Дух Святой. Ну, у кого-то кто-то с этим согласен, кто-то нет, но мы видим дальше, что мудрые говорят им, может не хватить и нам, и вам, тогда идите и купите. Ну, знаете, с этой версией, что масло – это Дух Святой, ну, как бы нельзя, я думаю, пойти и как бы просто приобрести Духа Святого. Ну, вы не можете просто пойти и приобрести Духа Святого. И вот есть такая версия, что масло – это есть та вера, это подтвержденная делами. Вот если мы, у нас эта вера, укрепленная вера в Иисуса Христа, мы, мы, то есть это вера пережитая, которую мы можем, она в нас, понимаете, и нельзя пойти и что-то приобрести. То есть мы настолько убеждены верой, она настолько в нас живая, она настолько в нас сильная, что что бы ни случилось, в какой момент бы ни случилось, мы знаем и мы помним, в тот момент, тогда-то, когда-то, Бог меня провел, Бог меня не оставил. Это укрепленная вера. Первое, знаете, что атака дьявола, что он делает? Он посылает сомнения. Он хочет, чтобы люди сомневались, сомневались в Божьем Слове, сомневались в Боге. Первая атака – он посылает сомнения. Но если у тебя твердая вера, твердая вера, у тебя нет таких сомнений, потому что ты помнишь, как ты прошел, как Бог тебя провел, Бог провел вот этой верой. И вера, она... Написано, что вера приходит от слышания, от слышания Слова Божьего, от слышания Слова Божьего. Вы знаете, есть написанное Слово Божье, а есть услышанное Слово Божье. Есть Слово Божье Logos. Logos – это написанное Слово, это которое мы читаем. Это читаем, мы читаем, это Logos. А есть услышанное Слово от Бога – это Rema. Это Слово Rema. И когда ты услышишь голос Божий, когда ты услышишь, ты не будешь сомневаться, что это не Бог. Твоя вера настолько увеличится, она утвердится, потому что ты услышал голос Божий. Когда, помните, апостол Павел встретился с Иисусом Христом, когда он гнал церковь, я люблю часто приводить этот пример. И вот самый распространенный метод, как Бог действует, он действует через людей. Бог действует через людей. Я благодарю церкву. Разные церкви есть. Вот брат делился сегодня, в какой церкви он был. Но он уточнил, что в той церкви была любовь. Знаете, я благодарю ту церкви, те церкви, у кого есть любовь. Через эту любовь был спасен когда-то и я. Я видел любовь в этих людях. Они проявили любовь ко мне. Они проявили ко мне заботу. И я, будучи погибшим в этом мире, был спасен. И тот, кто спасен, он призван спасать. Так вот, апостол Павел идет, он знает Писание. Он знает Писание лучше многих. Он знает. Он учился у Гамалиила. Он знает Писание, но он не слышал никогда голос Божий. И когда он встречается с самим Иисусом Христом, он встречается. И он спрашивает его, что повелишь мне делать? Христос, что повелишь мне делать? Христос ему говорит, иди в тот город. Там будет человек, и он тебе скажет дальше, что тебе делать. Зачем мне человек? Вот ты стоишь передо мной, Христос, ты мне скажи, что делать. Самый распространенный метод, как действует Христос, как действует Бог. Он действует через людей. И он хочет действовать через каждого из нас. Он хочет действовать через тебя и меня сегодня, и в любое время, и в любом месте, где мы находимся, хочет Бог. Просто нужно быть бдительными, нужно бодрствовать. И когда Бог призывает, вот в этой притче, Бог призывает, чтобы мы были готовыми. Готовыми к чему? К пришествию Иисуса Христа. Но чтобы быть готовыми, нужно исполнять то, что Он заповедал. Мы должны любить, мы должны прощать, мы должны помогать, мы должны спасать этих людей, которые призваны на смерть. Бог призывает каждого из нас. Я же говорю, я люблю делиться тем, как я был. Я просто не знал Бога. И я встретил таких людей, подобных вам, подобных вам, которые проявили свою любовь, проявили свою заботу. Написано, что вы соль земли, вы свет миру. Это когда мы светим, и вот этот свет, вот эти десять дев, задача их была светить. Светить, показать дорогу жениху, куда идти. Но сегодня мы, это символизирует то, что мы, церковь Иисуса Христа, эти девы, мы должны светить этому миру, показать дорогу, куда? Дорогу ко Христу. Помог бы нам Господь быть бдительными, бодрствовать и быть готовыми к пришествию нашего Господа Иисуса Христа и исполнить то, что Он заповедал каждому из нас.